Замечательно. Во-первых, скажите мне, с какой аудиторией я имею дело? Сам я работаю в МГУ, преподаю астрономию, занимаюсь этой наукой. А кто передо мной? Что за слушатели? Перед вами умные и заинтересованные школьники. Нет, в этом я не смеюсь. С какого класса? С 7 по 10 класс. А, с 7 по 10. Ну, хорошо. Давайте начнем. Тему вы видите. Поиски жизни во Вселенной с разных сторон нас интересуют. Со стороны биологии. Потому что у биологов пока один вариант жизни. И они никак не могут разобраться, как эта жизнь возникла и, возможно, ли другие варианты. В общем, для них это было бы большое открытие найти альтернативную жизнь. Между прочим, не только в космосе, но и на Земле. Потому что вся жизнь, которая нас окружает, это один вариант с разными мелкими отклонениями. Но один вариант жизни. Одна и та же система кодировки наследственной информации. Белки одинаковые, все одинаковое. Чуть-чуть разные глаза, щупальца, губы, носы и так далее. Но это все один вариант жизни. Мы ищем ее для биологов. Это первое. Второе. Мы ищем ее для себя, как вариант планеты, пригодной для жизни. А вдруг что случится с нашей Землей? И куда мы тогда денемся, чтобы сохранить эту уникальную возможность жизни? Вот о чем сегодня пойдет речь. Во-первых, о поисках вариантов жизни на Земле. Во-вторых, о поисках материальных свидетельств. А вдруг к нам уже прилетели или могут прилететь какие-то намеки на внеземную жизнь? Третье. Поиски жизни на планетах, которые нам стали доступны. Луна, на которой были люди. Или Марс, Венера, на которой бывали космические аппараты. То есть поиски жизни с помощью робота. И, наконец, о поиске жизни за пределами Солнечной системы. То есть на экзопланетах, на планетах иных звезд. Такие тоже имеются открыто, и мы их начинаем исследовать. Вот об этом будет речь. Давайте начнем с Земли. Ну, вообще, с Солнечной системы. Я очень люблю эту картинку. И в своем учебнике астрономии, который мы с моим коллегой, с профессором Засовым написали для школьников. Он только что вышел, издан. Это правильная картинка Солнечной системы. Здесь в одном масштабе показана наша звезда и восемь планет. Надо понимать, какая огромная звезда и какие маленькие планеты, на которых мы живем. Ну, а самое удивительное – это, конечно, Земля. И где она тут? Присмотритесь внимательно. Внизу вы видите ряд планет по росту расставленных. Юпитер, Сатурн слева направо. Уран, Нептун. Такие полугиганты. И что-то там мелкое-мелкое внизу. Вот где там наша уникальная планета Земля? Какая она по счету? Ну, например, слева направо. Кто может сказать? Видите вы эти мелкие тела? Ребята пишут вторая слева. Вторая слева Сатурна. А кто-то пишет третья. А, но они имеют в виду среди мелких? Среди мелких планет вторая, третья. Нет, наша планета среди мелких первая. Слева. Она самая крупная среди самых маленьких. В чем же ее уникальность? Вот если бы вы прилетели на космическом корабле, в нашу Солнечную систему, оглянулись бы вокруг, ну, вряд ли бы вы заметили эту уникальную планету. Она интересна тем, что на ней много воды. На поверхности ни одной другой планеты в Солнечной системе нет воды. А вода – главный растворитель биохимических реакций. Без воды биохимические реакции не происходят. Нужен растворитель, нужна среда. Вот в этой водной среде происходит жизнь, происходят биохимические реакции. Я тут выписал в табличке все границы жизни, температурные границы, границы по давлению, по солености среды, по кислотности среды. Довольно широкий диапазон, в котором жизнь возможна. Кислотность разная и соленость, может быть, разная. В очень неблагоприятных условиях жизнь происходит. Ну, давление вообще почти никакого значения не имеет. В стратосфере летают микробы, и на дне Марианской впадины есть жизнь. А вот температура очень сильно ограничивает возможности жизни. Ну, практически от нуля до 100 градусов. То есть, в тех пределах, где существует жидкая вода. При нуле градусов она замерзает, а выше 100 она испаряется. Кипит. Правда, есть некоторые живые существа, которые могут поддерживать свою жизнедеятельность, не размножаться, нет. Поддерживать свою жизнь при очень низких температурах. Ну, до минус 80 градусов некоторые грибы. Но дело в том, что они не замерзают окончательно. Они вырабатывают внутри себя вещество, подобное антифризу, которую эту жидкость заливают в автомобильные моторы, чтобы они не замерзали зимой, охлаждались там жидкостью. Так вот, все равно живое существо, такую микро-тоненькую оболочку жидкой воды, все равно вокруг себя создает. Иначе смерть. Вот это и ограничивает возможности жизни. Давайте посмотрим. А не можем ли мы найти на Земле какие-то места, где альтернативная жизнь сохранилась и развивается? Почему бы и нет? Если мы найдем, может быть, и на других планетах, такие же места могут стать прибежищами жизни. Вот то место, где мы с наибольшей вероятностью ожидаем найти альтернативную жизнь. Это Антарктида, ее вид с космоса. И там красными стрелочками показано место под названием «Озеро Восток». Озеро это подлёдное, а «Восток» он называется, потому что над ним, случайно, мы этого сначала не знали, над ним стоит наша отечественная антарктическая станция «Восток». Вот нам очень повезло, что она как раз оказалась над тем местом, где глубоко подо льдом есть жидкое озеро. Вообще-то подо льдом Антарктиды много жидкости. Там и реки текут, там и озера небольшие есть. А будешь говорить? Что? Ну, о чём-то? Я хочу говорить. Кто-то там разговаривает. Если есть вопросы, задавайте прямо вслух. Так вот, это «Озеро Восток» — крупнейшее в Антарктиде подлёдное озеро. Когда-то оно было нормальным, когда Антарктида была тёплой. Потом Антарктида сместилась к Южному полюсу, замёрзла. Озеро Восток покрылось трёхкилометровым слоем льда, но до сих пор подо льдом жидкая вода. И не исключено, что жизнь там продолжается. Это пытались выяснить наши биологи. Они бурили. Несколько лет бурили лёд, добурились до озера, и уже взяли пробы того льда, который намёрз из этой озёрной воды. То есть до самой жидкой воды пока не добрались. И стараются пока этого не делать. Нужно очень аккуратно, очень чистыми инструментами туда проникнуть, чтобы не заразить это реликтовое озеро нашей грязью, грубо говоря. Но вот пока в пробах озёрного льда какие-то странные биологические молекулы найдены, но точно нельзя сказать, это остатки живых организмов, которые там водятся или нет. В общем, история с озером Восток продолжается. Мы не можем точно сказать, есть ли там подлёдная жизнь. Очень хотелось бы, чтобы она была. Почему? Потому что я вам чуть позже покажу некоторые космические тела, на которых точно такие же условия. Под толстым слоем льда, океаны, жидкой воды. Если у нас найдётся жизнь подо льдом, то, может быть, и там тоже найдётся. Вообще на Земле есть такие места, где жизнь как бы отдельно живёт, отдельно от нашей большой биосферы. Например, чёрные курильщики. Это глубоко под океан, на дне, на глубине трёх-четырёх километров, есть разломы земной коры. И оттуда фонтаны, такие гейзеры горячей воды, перегретые в недрах нашей планеты, выходят и выносят минеральные вещества. Оказывается, им могут пользоваться некоторые микроорганизмы, а этими микробами кушают их разные червячки. Вот они тут красные такие, черви большие. А их съедают крабы, а крабов рыбы. В общем, вокруг чёрных курильщиков, этих микровулканчиков подводных, поддерживается жизнь. Очень маленький такой биоциноз, размером в несколько метров, существует и никак не зависит от поверхностной жизни, не пользуется ей, а всё для своих нужд создаёт вот из этих минеральных веществ, которые с горячей водой из подземной коры выходят. Если это так, то и на других планетах это возможно. И мы стараемся найти такие места, где, может быть, на холодных далёких планетах есть горячие гейзеры под водой. Так или иначе, мы делаем вывод, что главное, что необходимо для жизни, ну, по крайней мере, той жизни, которая нас с вами окружает, знакомой нам жизни, нужна вода, а значит, нужны температурные условия. Хорошо. А на Земле всегда ли была и всегда ли будет вода? Оказывается, нет. В прошлом Земля была более богата водой, но постепенно она высыхает. Ну, казалось бы, не очень быстро. Поры воды поднимаются высоко в атмосферу, там ультрафиолетовые солнечные лучи расщепляют молекулы воды на водород и кислород. Водород – очень лёгкий газ, и он испаряется в космос. Ну, кажется, что не очень быстро. Три килограмма в секунду мы теряем водород из нашей атмосферы. Всего лишь три килограмма каждую секунду. Но умножьте эти секунды на миллиарды лет, и вы увидите, что весь океан Земли, весь мировой океан через несколько миллиардов лет испарится в космосе. Наша планета высохнет. Это будет, конечно, конец наземной биосферы. Но под землёй, в земной коре, ещё останется довольно много микроорганизмов. Вообще кора нашей планеты пропитана микробами. Их там, кстати говоря, по полной биомассе, их больше, чем всех нас с вами, там слонов, носорогов, китов, растений, которые покрывают поверхность Земли. Так что на некоторое время жизнь в недрах Земли останется, но тоже не особенно долго. Вывод. Среди вариантов жизни, которые нам знакомы на Земле, или которые мы можем тут разыскать, пока альтернативных форм не обнаружено. Пока все формы жизни связаны единой цепочкой, единым происхождением, и никаких других жизней на нашей планете мы пока не нашли. Ну а что по поводу внеземной жизни? К нам из космоса иногда прилетают вестники. В основном это метеориты, космические камни. Если это достаточно крупный камень, он пробивает земную атмосферу, падает на поверхность планеты, иногда остаётся кратер от такого удара. Мы в этих кратерах находим остатки метеоров, вот то, что называют метеоритами. Либо они каменные, либо железные. Может быть, иногда бывают ледяные, но пока мы их не находили, они быстро тают. Железные нас тоже не особенно интересуют с точки зрения жизни. Это уже переработанное вещество. В недрах какой-то небольшой планеты оно сформировалось, потом вышло наружу. А вот каменные метеориты, интересно. Это первородное вещество. Из него формировались планеты. И может быть, в нём есть какие-то намёки на внеземную жизнь. Вообще говоря, в метеоритах могли бы с планеты на планету путешествовать живые организмы. Вот перед вами такое симпатичное существо, тихоходка. Маленькое, около миллиметра размером, но очень живучее. Недавно космонавты вынесли специальные контейнеры с тихоходками на поверхность Международной космической станции. Долго их там держали. Это существо в условиях космоса, холода, высокой температуры, радиации космической, вакуума космического, заснуло, переждало этот неблагоприятный период, а потом по возвращении на Землю вновь продолжило своё существование, размножение, то есть выдержало условия открытого космоса. Ну, а внутри камня или внутри ледяной глыбы, например, кометы, оно тем более может спокойно путешествовать с планеты на планету. Где мы находим метеориты? В последние годы в основном в Антарктиде. Это очень удачное место для поисков метеоритов. Там сплошной лёд. А если вы нашли камень, то, как правило, это камень, прилетевший из космоса. Вот в 1984 году был найден один такой камень в Антарктиде в районе Аллен-Хиллс, такие горы антарктические. Этот камень исследовали, распилили его, измерили его химический состав, оказалось, что это кусочек марсианской породы. С Марса, оказывается, к нам время от времени прилетают такие выбитые мощным ударом крупных метеоритов, выбитые кусочки марсианской коры. Вот под электронным микроскопом мы увидели странные образования внутри этого марсианского метеорита. Они внешне напоминают колонии микроорганизмов. Только внешне. Это либо окаменевшие микроорганизмы, либо случайные какие-то минеральные частицы. Некоторые ученые считают, что это действительно окаменевшие микроорганизмы. То есть там нет уже биологического, органического вещества, оно заменилось минеральным, но форма сохранилась. Некоторые из них даже демонстрируют, вот вы видите тут, курсор мой виден вам сейчас, да? Я показываю курсором вот эту частицу, которая внешне напоминает окаменевшую бактерию, и рядом с ней даже обнаружены следы жизнедеятельности бактерий, обычных для наших земных. Ну, так это или нет, мы пока точно не знаем. То ли это действительно когда-то на Марсе жившие микроорганизмы, окаменевшие и случайно попавшие к нам, то ли это случайные, похожие на них минеральные частицы. Пока это непонятно, это намек. Это намек на то, что на Марсе была когда-то жизнь. Насчет того, есть она сегодня или нет, мы еще поговорим. Итак, поиски жизни на Земле, каких-то материальных свидетельств в неземной жизни, пока положительного результата нам не дали. Намеки есть, но точных фактов пока нет. Давайте посмотрим теперь на космические тела, куда мы способны были добраться. Ну, первым была Луна. Когда мы смотрим на Луну в телескоп, никаких признаков жизни мы там не видим. Атмосферы нет, воды нет, океанов нет. Те моря, которые мы называем лунными морями, конечно, никакие не моря. Это бывшие расплавленные лавовые моря, но сегодня это уже, конечно, твердая порода. При большом увеличении тоже ничего живого на Луне мы не видим, хотя это очень интересно, гулять по Луне с помощью телескопа. Но признаков жизни там незаметно. Но жизнь на Луне была. Ну, я шучу, конечно. Она была с 1969 по 1972 год прошлого века, когда на Луну путешествовали американские астронавты. Вот что интересно. Побывав там, они возвращались на Землю. Опускались на парашюте в Тихий океан. Там их встречали спасатели. И вот вы видите, как в такой сеточке, сетчатой корзине одного из астронавтов поднимают на вертолет. В чем сейчас астронавт? Ну, он в своем белом космическом скафандре. Через несколько минут вертолет садится на палубу авианосца, и из него выходят три астронавта. В чем они теперь? Они переоделись. Они в специальных костюмах биологической защиты. И куда они идут? Они идут в специальную камеру для прохождения того, что мы с вами сейчас все проходим, карантина. Слетав на Луну в течение недели, три дня туда, три дня обратно, пару дней там, они потом три недели проходили карантин. Зачем? А дело в том, что в те годы мы были с Луной еще недостаточно знакомы. И было предположение, была гипотеза, что на поверхности Луны существует своя лунная жизнь. Поэтому космонавты могли принести какие-то патогенные, опасные для нас микроорганизмы с Луны на Землю, и для того, чтобы это не произошло, их заставили проходить карантин. Видите, какая знакомая ситуация для нас с вами теперь. Ну, карантин они прошли, доказали, что никаких живых существ на поверхности Луны, кроме самих астронавтов, нет. Вот что любопытно. Мы будем исследовать Луну. Мы будем ее не только изучать, но и использовать. На Луне человек, конечно, побывает еще не раз, и поселится на ней, и базы будут. И мы не уверены до сих пор, что Луна совершенно стерильное тело. Дело в том, что до сих пор мы были только на поверхности. Никто не исследовал недра Луны. А в недрах Луны жизнь возможна. Да, на поверхности там плохо, там радиация космическая, там сухо, перепады температуры огромные. Но в недрах Луны условия гораздо лучше. Там нет перепадов температуры, там нет радиации космической, там есть вода. Не очень много, но есть. А это условия для жизни. Поэтому лунные недра – это еще место, где надо исследовать и искать жизнь. Ну а если не найдем, тогда это будет пространство для поселения человека. А если найдем, тем более будет интересно, чтобы исследовать лунную жизнь. Пока проблема Луны остается открытой. Полеты в космос – штука опасная. И прежде всего, главная опасность – это радиация. Вот на этой очень важной картинке. Я остановлюсь, чтобы объяснить ее вам. Здесь в разных местах, на поверхности Земли, в стратосфере, где мы с вами на самолетах летаем, на околоземной орбите, где космонавты работают, и дальше, и дальше, и дальше, показано числом, какую дозу радиации в год получает человек. Это число в специальных единицах измерения. Они называются БЭР – биологический эквивалент рентгена. Так вот, по медицинским нормам более пяти БЭР в год человеку получать нельзя. Это максимум для работников атомных электростанций и других мест, где есть радиация. Космонавты… Ну, мы с вами на Земле, мы простые жители, вообще почти ничего не получаем. Нас атмосфера защищает. Космонавтов она не защищает. Но им… Их срок работы на станции ограничен одним годом по этой причине. А вот расчеты показывают, что полет на Марс с включением на Землю может создать дозу в восемь БЭР. А это опасно. Это опасно для жизни человека, поэтому люди до сих пор на Марс не летают. В системе сейчас количество переварило уже через миллион. Что это за объекты? Ну, астероид. Хорошо, астероид. Мы только исследовали. Этот астероид за всю историю взял оттуда пробу грунта и несколько частиц привез на Землю. Показ других астероидов мычат. Смысл в этом веществе из Капара Стардаст он развернул специальную ловушку, похожую на теннисную ракетку, и на нее налипло несколько космических частиц, которые были доставлены на Землю. Это частицы с кометы. Ну, и там ничего связанного с жизнью не нашлось. Единственное ядро кометы, а ядром мы называем твердое тело кометы, единственное ядро кометы, которое детально исследовали, это ядро кометы Чурюмова-Герасименко. Эти два советских астронома когда-то ее открыли, а несколько лет назад туда подлетел космический аппарат европейского производства, розетта, и исследовал ее детально. Даже посадил туда на поверхность небольшое космическое устройство. Так вот, что мы там обнаружили. Много чего там обнаружили, но по связанному с жизнью, мне кажется, самое важное, что мы обнаружили там, это пещеры. Посмотрите вот на эту гигантскую трубу, колодец, который уходит в недра кометного тела. Оно огромное, этот провал диаметром с хорошей стадионом. И он уходит непонятно на какую глубину и как там разветвляется или нет, мы пока не знаем, но это намек на то, что в недрах кометы есть пустые пространства. Я вернусь на предыдущий слайд, чтобы вы обратили внимание, может быть, не заметили этого. Внизу, нижней строчкой написано средняя плотность кометного тела полграмма, даже чуть меньше, чем полграмма на кубический сантиметр. А из чего состоит комета? В основном из-за льда, из водного льда. А мы с вами знаем, какая плотность у льда? Около одного грамма на кубический сантиметр, примерно как у воды. Вывод какой? Если средняя плотность ледяного тела полграмма на кубический сантиметр, Значит, половина его пространства – это пустота. Что это за пустота, мы пока точно не знаем. Но раз нашли вот такой огромный вход в ядро кометы, значит, не исключено, что эта пустота состоит из больших объемов пещер. Эти пещеры – прекрасные места для сохранения, а может быть, даже для развития жизни. Комета – это лед. Температура там, колебаний температуры нет внутри пещер. Какая там точна температура, мы не знаем, но она может быть вполне пригодная для жизни. И радиация, естественно, там не существует. Ее поглощают стенки пещеры. Таким образом, первое же детально исследованное ядро кометы дает нам намек. Внутри комет можно жить, а может быть, даже и зарождаться жизнью. Вывод. Малые тела Солнечной системы, кометы и астероиды, мы начинаем исследовать, пока не нашли на них признаков жизни. Но намеки на это, по крайней мере, условия для жизни там могут быть. На минутку отвлекусь от Солнечной системы и замечу, что за последние годы дважды мы замечали объекты, прилетавшие в нашу Солнечную систему издалека, вероятно, от других планетных систем. Это был один астероид и одна комета. Астероид мы заметили в 2017 году. Назвали его очень красиво Омуамуа, что на языке аборигенов Гавайских островов, а там работает телескоп, который его открыл, на языке гавайцев это означает первый вестник издалека. Это действительно было первое тело, прилетевшее к нам из-за пределов Солнечной системы, откуда-то из галактики, мы не знаем точно откуда. У него удивительная форма. То, что вы сейчас видите на слайде, это, конечно, не фотография, это рисунок художника. Такую четкую фотографию мы получить не смогли, но форму художник отразил. Форму мы измерили. Это тонкое длинное тело, длиной несколько сотен метров. Правда, похоже на космический корабль? Такая гипотеза до сих пор существует. ...дело комета, где я работаю в Московском университете. Значит, такие гости к нам наведываются из межзвездных далей, и мы имеем возможность их исследовать. Вот комету мы уже неплохо исследовали, потому что заметили ее на подлете. Более того, рассматривая старые записи, мы выяснили, что в 2014 году в атмосферу Земли влетел межзвездный метеорит. Он был маленький, он сгорел в атмосфере, и от него ничего не осталось. Но лиха беда начала. Раз такие пришельцы время от времени нас посещают, значит, есть надежда их исследовать. И мы этим будем заниматься. Перейдем к планетам, к большим планетам. Проверим, какие там условия. Первая, ближайшая к Солнцу планеты – Меркурий. Ну, внешне он очень похож на Луну, правда? Да и условия там почти как на Луне, но он выглядит красивее Луны. Если усилить контраст цвета, то Меркурий вполне себе симпатичная планета. Условия там, конечно, жестокие. На поверхности днем очень жарко, потому что он близко к Солнцу. Ночью очень холодно, потому что нет атмосферы, ночь длинная. Но расчеты показывают, что под поверхностью Меркурия условия вполне терпимые. Даже на экваторе под поверхностью на глубине нескольких метров температура вполне пригодная для жизни. Что-нибудь плюс 65-70 градусов, ну, как в бане. А поближе к полюсам прохладно и даже на полюсах вообще холодно. Что мы заметили на Меркурии, что дает намек на подповерхностную жизнь. Вот посмотрите, видите темное пятно в одном из кратеров? На Луне таких не бывает. Геологи говорят, что это может быть какое-то углеводородное вещество, ну, типа мазута, нефти. Пока это только намек по внешнему виду. Но если это так, то может быть под поверхностью существует микробная жизнь, а мы знаем происхождение нефти, оно связано с жизнью. Ну, Меркурий нам еще предстоит исследовать. Обратимся к второй планете, Венере. Венера сложная планета. Она покрыта облачным слоем, у нее очень плотная, богатая атмосфера. И сквозь эти облака ничего не видно. Были попытки, были вообще сначала, надо сказать, астрономы не сразу поняли, какие условия на Венере. И еще в конце 1950-х, в начале 60-х годов, грамотные фантасты, например, братья Стругацкие, писали о том, что на Венере может быть жизнь, фантазировали о том, какая она может быть, что Венера похожа на молодую Землю. Ну, мы понимаем, что она не похожа на Землю. Вот так она выглядит снаружи, в телескоп, либо с космического аппарата, близко подлетевшего к Венере. А условия там жесточайшие. Дело в том, что на Венере вовсю работает парниковый эффект. Ну, что такое парник, вы знаете. Это прозрачный такой сарайчик на грядках. Почему в нем тепло, когда наружу холодно? Потому что сквозь стекло парника солнечные лучи проходят, нагревают Землю в парнике, а обратно тепло выйти не может. Теплый воздух заперт в парнике, а тепловые инфракрасные лучи сквозь стекло обратно не выходят. Парник накапливает тепло. Парниковый эффект работает на любой планете, где есть атмосфера. Ну, если атмосферы нет, как на Луне или на Меркурии, то нет и парникового эффекта. На Марсе очень разреженная атмосфера. Парниковый эффект там слабый, но присутствует. На Земле он вполне заметен. Почти 40 градусов он добавляет к средней температуре Земли. Если бы не было парникового эффекта, если бы наша атмосфера не задерживала тепло, то у нас было бы весьма холодно. А на Венере парниковый эффект на 500 с лишним градусов поднимает среднюю температуру планеты. Поэтому у поверхности Венеры крайне жарко. Почти 500 градусов выше нуля. Попытки заглянуть сверху на поверхность Венеры ничего хорошего не дали. Вот инфракрасный снимок, полученный японским космическим зондом. Зонд сумел заглянуть в глубину атмосферы, увидел, что воздух там разогрет, скажем, даже раскален до такой степени, что сам светится. Вот этот свет — это свечение нижних слоев атмосферы. Но все-таки увидеть поверхность не удалось. Поэтому на поверхность надо было сажать космические аппараты. И приятно сказать, что именно наша страна создала такие космические зонды, которые смогли и летать в атмосфере Венеры, и работать на ее поверхности. Вот серия наших космических аппаратов Венеры. Это зонд посадочный, который работал на поверхности планеты. Он размером, высотой примерно с человека. Около метра 80, ну, около двух метров высотой. Это атмосферный аэростат, который там летал с подвешенной к нему научной аппаратурой. Зонды садились в 80-е и в конце 70-х, в начале 80-х годов. Садились и работали. Недолго работали на поверхности. Все-таки там очень жарко. Электроника быстро выходит из строя. Но передали нам довольно внятные фотографии. Вот уже сегодня эти фотографии с помощью специальных компьютерных методов были очищены от помех, исправлены. И мы их видим вполне так, как видели бы поверхность Венеры, если бы стояли на ней. Но, повторяю, там очень жарко. Плюс 470 почти градусов выше нуля по Цельсию. Атмосферное давление невероятно высокое. Около 100 атмосфер, 90 с лишним атмосфер. Воздух состоит из чистого, почти чистого углекислого газа, что для нас это яд. В общем, казалось бы, условия неприемлемые для жизни. Однако, нашелся один ученый, Леонид Васильевич Санфомолити, сотрудник Института космических исследований в Москве, который стал проверять одну за другой все фотографии, переданные с Венеры. И ему показалось, что на некоторых фотографиях то появляются, то исчезают какие-то детали, похожие на живые существа. Ну вот, например, одну из таких деталей он назвал сыч. Правда, у нее странный вид. Для камня странный. Для живого существа, может быть, не очень. Но трудно поверить, что в таких условиях, венерианских условиях, что-то способно сохранить жизнедеятельность. Однако, намек есть, и мы будем искать жизнь на Венере дальше. Готовится следующая экспедиция на Венеру. Теперь мы отправимся к планетам-гигантам. Пока оставим в покое. Ну, с Землей мы уже познакомились, с Марсом я вас чуть позже познакомлю. Давайте полетим к планетам-гигантам. Это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. У каждого из гигантов есть целая коллекция спутников. И вот они-то привлекают внимание биологов, потому что там могут быть условия для жизни. На самих планетах-гигантах вряд ли. А вот на спутниках могут. Четыре крупнейших спутника Юпитера очень похожи на нашу Луну. Тут их фотографии в одном масштабе. Ио, Европа, Ганимета, Калиста. Так по порядку от планеты они расположены. Вы видите, два из них побольше Луны, два примерно таких же, как Луна. Ну, а условия на их поверхности не внушают надежды на то, что там может быть жизнь. Дело в том, что все четыре движутся внутри радиационных поясов Юпитера. А у Юпитера они очень мощные. Тут показана, какая доза радиации в течение суток грозит человеку на поверхности этих тел. Ну, это совершенно неприемлемо для жизни. Но под поверхностью может быть совсем даже и неплохо. Вот ближайший Юпитер в спутник. Ио. Это мир вулканов. На его поверхности, вот я показываю стрелочки, раз вулкан, два вулкан, три, в общем, их более 60 там вулканов. Из них вытекает горячая лава, богатая серой, поэтому она быстро чернеет при высокой температуре. И мы эти вулканы даже из космоса, видимо, они очень мощные. Они мощнее любого из знакомых нам на Земле вулканов. Но, пожалуй, второй спутник более интересен. Он спокойный, никаких вулканов. Он весь покрыт льдом. Это Европа. Европа похожа на нашу Антарктиду, мир льда. Но вы видите трещины в этом льду. Значит, там, подо льдом, какое-то движение происходит. Лед подвижный, лед трескается. Измерения показали, что под глубоким слоем льда океан жидкой воды. Причем воды в этом океане больше, чем во всех земных океанах вместе взятых. Поскольку, конечно, наши океаны обширные, но они не очень глубокие. 3,5 километра средняя толщина, средняя глубина земных океанов. А на Европе площадь-то небольшая подо льдом, но глубина большая. Более 100 километров глубина Европейской, нет, как сказать, глубина океана на Европе. Поэтому объем воды там большой. Вода соленая, мы это точно знаем по электропроводности, проверили. А соленая вода при нормальной температуре это лучшее место для развития жизни. Но как туда проникнуть? Лед толстый, километров 20, а то и 30 толщиной. Пока мы не умеем бурить такой лед. Но есть надежда, что раз этот лед трескается, то, может быть, иногда вода сама выходит на поверхность. И надежда оправдалась. Несколько лет назад космический телескоп Хаббл заметил такие мощные водяные гейзеры. Вот я вам сейчас показываю их. Это фотография Европы, сделанная с близкого расстояния космическим зондом. А это то, что увидел телескоп Хаббл. Лед трескается, вода выходит. К сожалению, когда это произошло, в системе Юпитера не было космического зонда. Он к тому времени, там долго летал космический аппарат Галилео, но к тому времени он уже прекратил существование. Поэтому изучить эту воду пока не удалось. Но сейчас готовится экспедиция в систему Юпитера. И специально даже к спутнику Европы будет направлен один из зондов, который постарается эту воду исследовать на предмет нет ли в ней микроорганизмов. Еще интереснее было бы запустить подлет автоматический робот-подводную лодку для исследования там, на месте. Такой робот создан. Вопрос только в том, как его туда доставить. Ну, пока мы не знаем, как. Слишком толстый лед. Но если найдем широкую трещину, его туда можно будет запустить. Вторая планета гигант. Сатурн. У Сатурна тоже много спутников. И они тоже очень интересные. Но полюбуйтесь на этот. Небольшой спутник. Сатурн-Инцелар. Гиперион. Но он весь испещрен такими очень глубокими ямами, похожими на метеоритные кратеры. Но, может быть, некоторые из них — это входы в пещеры. И там, внутри пещер, под защитой толстого слоя льда и камня, жизнь вполне себе могла бы развиваться. Но наибольший интерес, конечно, представляет вот этот спутник Сатурна. Энцелад. Он тоже невелик. 500 километров в диаметре. Но он очень похож на Европу. Тоже мир льда. Тоже ледяной купол. Ледяной панцирь, я бы сказал. Но в этом панцире мы обнаружили четыре мощных трещин. Вот их почему-то назвали полосками Tiger Strips, как это, тигровые полосы. По-моему, они не очень похожи на тигровые полосы. Но это трещины во льду. И из них непрерывно, уже много лет, выливается, вырывается на поверхность, прямо в космическое пространство. Часть из нее вылетает. Вода из-под ледного океана. В то время, когда эти гейзеры работали, в системе Сатурна действовал космический аппарат Кассини, он пролетал прямо сквозь эти выбросы. Ну, вылетает вода, тут же она превращается, конечно, в хлопья снега и льда. И он эти льдинки исследовал и доказал, что это действительно вода, солоноватая вода. Даже в ней присутствуют минеральные вещества. То есть это намек на то, что на дне этого океана есть черные курильщики, что они выбрасывают воду, богатую минеральными веществами. То есть все условия для жизни в этом океане, наверное, есть. Очень интересно было бы изучить подледный океан Энцелада. Я думаю, скоро к нему тоже будет организована экспедиция. И, наконец, самый интересный спутник Сатурна – Титан. Почему его так назвали? Да потому, что он огромный. Он в полтора раза больше нашей Луны, огромный, один из крупнейших спутников, и единственный, у которого есть своя атмосфера. Мне даже неудобно называть его спутником. Это полноценная планета. Ну, пусть маленькая, пусть небольшая. Но у нее есть атмосфера, она очень плотная. И вы удивитесь, но она очень похожа на земную атмосферу. Давайте вспомним, из чего состоит наш воздух. Вот тот, который вы сейчас вдыхаете, сидя у себя в комнате. На три четверти из азота и на четверть из кислорода. Да, на Титане кислорода нет, но там чисто азотная атмосфера. Почти чисто азотная, немножко других газов, но это для нас не опасная атмосфера, она наша, родная. А сила тяжести там небольшая, в семь раз меньше, чем на Земле. Поэтому туда удалось опустить космический зонд. Это была часть аппарата Кассини, зонд Гюргенс. Он, опускаясь на парашюте, фотографировал поверхность Титана. И вы видите, в верхней части этого кадра поверхность нашей земной пустыни на юге Африки. А это фотография с высоты примерно 10 километров поверхности Титана. Видите, те же самые дюны, что на Земле, что на Титане. Ветер дует, песок носит. Только у нас это минеральные песчинки, а на Титане это частицы замерзшей воды. Там так холодно, что они роль песка играют. Там минус 180 градусов. Но еще более интересную фотографию передал этот зонд сверху, спускаясь на парашюте. Посмотрите, это же русло реки, это облака. А из чего могут быть облака на такой холодной планетке? Ну, конечно, не из воды. Из метана. углеводородами, которые обычно мы называем природным газом. Там они играют роль жидкости. Зонд Гюйгенс недолго. Он два часа работал на поверхности. Это не фотография, это рисунок. А вот фотография, которую он передал. Это единственная фотография с поверхности Титана. Ну, ничего особенного. Зайчики там не прыгают. Признаков жизни мы не видим. Но расчеты показывают, что под поверхностью Титана, там, где теплее, жизнь могла бы быть. Но самое интересное, что на поверхности Титана есть моря и океаны. Ну, океанами, наверное, я зря их назвал. Скажем так, озера и моря. Но чем они заполнены? Какой жидкостью? Да все тем же. Метан, этан, пропан, бутан. Жидкие углеводороды. А биологи предполагают, что в условиях Титана эта жидкость могла бы играть роль воды. То есть в ней могли бы развиваться какие-то совсем не похожие на нас, на нашу жизнь живые структуры. Скажем так, не организмы, но может быть структуры. Что-то такое подобное жизни. Пока это чистая гипотеза. Пока никто еще в лаборатории жизнь на основе метана не создавал. Может быть, фтор. Но гипотеза такая существует, и нам надо искать в этих озерах и морях на Титане какие-то признаки жизни. Я смотрю, у нас уже прошло 50 минут. Ну, я надеюсь, что вы не сильно устали. Еще минут 20. поговорим, потому что есть что рассказать. И очень много интересного. Каковы перспективы жизни на Земле? Ну, мы знаем, Земля высыхает. Но, к сожалению, когда она высохнет, произойдет еще менее приятное событие. Солнце подойдет к финалу своей жизни. И в этот момент он начнет расширяться и намного ярче, намного мощнее освещать Землю. Солнце превратится в красный гигант. Это звезды накануне их смерти. Пока Солнце нагревает Землю как раз так, чтобы на ней поддерживалась жизнь. Вообще, условия для жизни, то есть температурный диапазон от нуля до ста градусов, они в очень узкой области Солнечной системы существуют. Мы эту область называем зоной возможной жизни, ну или короче просто зоной жизни. Этот температурный коридор когда-то был поближе к Солнцу, оно не так мощно светило. 4 миллиарда лет назад в него попадала Венера и Земля. Идет время, Солнце понемножечку набирает мощность и зона жизни отодвигается. Земля по-прежнему в ней, Венера уже вышла, она в горячую область попала. Земля еще держится в зоне жизни, но зона жизни приблизилась к сезону. Сегодня Марс холодная планетка, средняя температура на Марсе минус 60. Но это не значит, что там всегда так холодно. На экваторе летом в полдень Солнце прогревает Землю до плюс 15-20, один раз даже прогрела до плюс 30 градусов. Но это только в полдень и только летом. Когда наступает ночь, Солнце заходит, температура быстро опускается. Атмосфера Марса очень разреженная, она плохо задерживает тепло, и к утру температура иногда опускается до минус 40, до минус 60 даже на экваторе. Ну а на полюсах вы видите, там вечно полярные шапки лежат. Тем не менее, надо было поискать на Марсе жизнь, ее искали. В середине 60-х прошлого века на Марс отправились два космических аппарата Викинг-1 и Викинг-2 для поиска в жизни. А это один из участников этих экспериментов Карл Саган, известный астроном, популяризатор астрономии, его книжки. Вы, может быть, уже почитали, но очень советую вам их почитать, они переведены, мы их перевели на русский язык, можете по-английски. Так вот, викинги, сев на Марс, удачно они сели, искали жизнь где? Ну, там, куда могла дотянуться механическая рука. Брали пробы грунта, вот видите, здесь манипулятор брал песочек, засыпал внутрь аппарата и искали автоматическими методами какие-то проявления жизни, но никаких микробов не нашли. Когда эти эксперименты закончились, биологи были удручены и сказали, ну, раз на поверхности Марса нет жизни, то и в недрах, наверное, нет. Но недавно на Земле у нас тут, на нашей планете был обнаружен микроорганизм на большой глубине почти 3 километра под землей, который не пользуется ничем, никакими остатками наземной жизни, а существует под землей сам по себе, он питается минеральным веществом, которое там вокруг него, и размножается, и поддерживает свою жизнедеятельность, то есть подземная жизнь возможна, даже, когда ее нет на поверхности, когда поверхность стерильна. На Марсе, скорее всего, поверхность стерильна, потому что атмосфера не задерживает космическое излучение, и оно стерилизует поверхность. Но, если есть вода, если есть под землей вода и нормальная температура, то жизнь на Марсе могла бы быть под землей. Вода на Марсе есть. Специальные аппараты ее там обнаружили, и с орбиты, летая вокруг Марса, и даже сев на поверхность. Вот такой аппарат Феникс немножко порылся и нашел там под песочком просто замерзший лед. Ну, хорошо. А намеки какие-то, указания какие-то на существование жизни на Марсе есть? Слабые есть. В 2009 году с Земли в телескопы в атмосфере Марса был замечен метан. А метан это продукт жизнедеятельности микробов. И если время от времени из-под марсианского грунта в атмосферу выбрасывается метан, то это может указывать на существование микробов под поверхностью. Однако, как туда добраться? Как их там нащупать? Дело в том, что на Марсе уже было несколько марсоходов, но все они исполняли геологические опыты. Они геологи. Они не умеют глубоко копать. Даже вот тот марсоход, который сейчас работает там уже много лет, к Юриосити, он на 10-15 сантиметров может прокопать грунт. А это еще недостаточная защита от радиации. А вот на 2-3 метра, а это уже хороший, толстый слой грунта, который может защитить от радиации, такой аппарат копать не может. Он создан, чтобы бегать по поверхности. Вот у него сейчас цель забраться на эту высокую 5-километровую гору, и он туда потихонечку забирается. поднимается, вот он уже прошел много километров, но надежды на то, что он найдет на Марсе жизнь нет. А как нам пробиться под поверхность Марса? Привести обурильный станок, мы пока не в состоянии, не смогли этого сделать. Оказывается, это и не нужно. На Марсе тоже есть пещеры, по крайней мере, входы в эти пещеры мы уже с орбиты сфотографировали. Вокруг Марса постоянно летают космические зонды, и они сфотографировали вот такие колодцы, которые ведут в марсианские недра. Кстати говоря, на Земле такие тоже есть. Я недавно был в одном таком, спускался в такую пещеру, это во Франции пещера Падирак. Посмотрите, колодец очень похож на марсианский, и там прекрасные условия для жизни. Там высокая влажность, там нет колебаний температуры суточных, там просто изумительно. Когда я туда опускался, я понял, что хотел бы там жить. В недрах этой пещеры есть озеро, а ведет туда вертикальный ствол. Мы уже видим эти вертикальные стволы на Марсе, но как в них опуститься? Может быть, там тоже пещеры богатые жизнью? Ну, на Земле это просто. Раз, и опустился. Два, и опустился. Ну, я не шучу, у нас есть такая пещера в Южной Америке, куда вот можно с парашютом прыгать. Но на Марсе пока не удавалось это сделать. Вообще, Марс загадочен и очень притягателен для ученых. Посмотрите, какой удивительный ландшафт мы там сфотографировали с орбиты. Что это такое из-под марсианского песка? Торчит или не торчит? Или вот изливается? Загадка, и на Марсе много таких загадок, туда надо лететь и работать там. В ближайшее время мы намерены запустить туда специальный робот. это совместный проект космического агентства Европы и российского космического агентства Роскосмоса. Наша российская ракета отвезет на Марс, посадит туда, я надеюсь, удачно, небольшой робот, созданный европейскими инженерами. У него удивительные два полезных прибора есть. Во-первых, бурильный станок. он сможет пробурить Марс на глубину метров до двух и взять оттуда пробы грунта. И этот грунт будет исследован специальной биохимической лабораторией для поиска микроорганизмов. Вот у меня большая надежда на то, что именно этот робот Экзомарс найдет на Марсе признаки жизни. Будем ждать в ближайшие годы он туда отправится. Может ли человек работать на Марсе? К сожалению, условия для этого не очень подходящие. Во-первых, надо прилететь на Марс, а это большая доза радиации. Ну, хорошо, прилетели. А можем ли мы работать на поверхности Марса? Вот несколько десятилетий назад мы так себе представляли марсианскую базу. Прилетели, поставили там жилище, живем, работаем, гуляем по поверхности. Если кто-то из вас смотрел фильм «Марсианин», вот примерно так, как фильм, к сожалению, это не получится. Радиация на Марсе высокая, и долго космонавт там проработать не сможет. Придется жилище под грунтом устраивать, вот так, как на правой части этой картинки, и в основном проводить там время. Да, ненадолго можно будет подниматься на поверхность, но лишь ненадолго. А в основном проводить время под поверхностью, что, в общем, снижает эффективность работы человека. Есть еще одна проблема, о которой редко говорят, но космонавты с ней столкнутся. Сила тяжести. Дело в том, что на Марсе придется работать в тяжелых скафандрах, таких же тяжелых, как работали на Луне космонавты. Но на Луне сила тяжести в шесть раз меньше, чем земная, а на Марсе всего лишь два с половиной. И скафандр там будет весьма ощутим. Это тоже для человека, уставшего от полета, длительного полета в невесомости, от облученного космической радиации, тоже будет непростая задача работать в таком тяжелом скафандре на Марсе. В общем, проблем много, и пока они не решены. Пока роботы работают на Марсе. Вот есть надежда, что этот веселый человек, с которым, конечно, вы все знакомы заочно, Илон Маск, все-таки организует полеты на Марс. Он три года назад обещал сделать огромную ракету, которая сразу по сто человек будет возить на Марс и обратно. Дело в том, что это будет многоразовая ракета, так называемый шаттл, челнок, который, заправляясь на Марсе топливом, будет возвращаться на Землю, заправляться на Земле, возвращаться на Марс. Таким образом, полеты на Марс станут более доступны по цене, и много людей сможет туда летать. Вообще, это интересный проект. Маск пытается его реализовать, я надеюсь, что ему это удастся. Но он немножко уменьшил свои аппетиты. Вот если в 2016 обещал такую огромную ракету соорудить, то в 2017 уже проект немножко уменьшился в размерах. Можем ли мы верить, что он будет реализован? Мне кажется, что можем. Дело в том, что два года назад Илон Маск создал и запустил в космос, уже неоднократно запускал гигантскую ракету Falcon Heavy. Она уже летает, она уже работает. Переход вот к этой конструкции, да, это сложный инженерный проект, но мне кажется чем-то невозможным. Будем надеяться, что он будет реализован. Кстати говоря, такие же мощные ракеты сейчас создают в Соединенных Штатах Америки, в Китае есть такой проект, и наш Роскосмос, Российское агентство космическое тоже создает проект достаточно мощной ракеты для полета на Марс. Эволюция Солнечной системы прежде всего зависит от того, как ведет себя Солнце. Сегодня наше Солнце в середине своей жизненной, своего жизненного пути. 4,5 миллиарда лет нашей звезде, и еще примерно столько же она проживет более или менее в спокойном состоянии, но затем начнет стремительно распухать, превращаться в красный гигант, и это уже создаст условия, сложные условия для жизни. Вывод. Сегодня на планетах Солнечной системы и на их спутниках мы не обнаружили жизнь, но условия для жизни мы обнаружили и есть надежда, что дальнейшие исследования Солнечной системы покажут, выявят где-то реально существующую внеземную жизнь. Ну, а угрозы? Угрозы существуют, Солнце будет расширяться, и вот примерно так мы недавно еще представляли себе, как расширяющееся Солнце будет поглощать одну планету за другой. Совершенно очевидно, что Солнце красный гигант съест Меркурий, он слишком близок к Солнцу. Продолжая расширяться, Солнце обязательно доберется до Венеры, вот Венера, и поглотит ее. Дальнейшее расширение Солнца приблизит его поверхность к Земле, вот эта голубая точка, это Земля. Но еще несколько лет назад было непонятно, доберется ли Солнце до Земли, поглотит ли ее, или все-таки Земля, как планета, сохранится. Видите, непонятно было. Но годы идут, астрономы работают, и сегодня мы уже настолько продвинулись в своих расчетах, что можем уверенно сказать. Вот на этой картинке, диаграмме показано, как в последние 4 миллиона лет будет расширяться солнечная поверхность, и как поведет себя Земля на орбите. Земля сначала начнет немножечко удаляться от Солнца, потому что Солнце, теряя свое вещество в виде солнечного ветра, испуская его, будет немножко становиться легче и слабее притягивать к себе Землю. Земля. начнет чуть-чуть удаляться от Солнца, но затем это удавление остановится, и Земля начнет приближаться к Солнцу под действием некоторых эффектов, похожих на приливы, которые в океанах Земли вызывает Луна. Вот также наша Земля будет вызывать приливы на поверхности Солнца, и они ее немножко затормозят. и современные астрономы делают однозначный вывод. Земля будет поглощена Солнцем, нырнет в его недра и растворится. Поэтому нам надо что-то такое для себя выбрать, какую-то запасную планету. Ну, на ее роль сегодня, что бы вы думали, претендует самая далекая из изученных тел Солнечной системы Плутон. Да, Плутон небольшая планетка, очень холодная сегодня. Ну, кстати говоря, поверхность Плутона, площадь поверхности равна современной площади поверхности России. А это не так уж мало. На нашей гигантской территории могло бы все человечество спокойно поселиться. Так же точно оно может поселиться на поверхности Плутона. Правда, сегодня там холодно. Но когда Солнце станет красным гигантом расчеты показывают, что на поверхности Плутона температура будет нормальная, как сегодня на Земле. Так что за Плутоном будущее. Может быть, когда-нибудь мы переселимся жить туда. Но продолжая расширяться дальше, Солнце сбросит свои верхние слои и превратится, его ядрышко охладится, превратится в маленькую-маленькую звездочку, белый карлик. Вот так я нарисовал будущее нашей планетной системы. Сначала Солнце расширится, поглотит внутренние планеты и разогреет внешние, но потом, сбросив верхние слои, превратится в маленькие и совсем не нагревающие планеты белый карлик. В Солнечной системе будет холодно. Вывод? Угрозы жизни сегодня в Солнечной системе их нет, но в далеком будущем они появятся. Через 5 миллиардов лет жизнь в Солнечной системе станет невозможной, нам надо подумать о других планетных системах, о планетах, которые живут у более молодых звезд и у которых есть перспектива. Так, а какая перспектива у нас? Мы уже с вами час 10 минут говорим. Интересно, вы выдержите еще минут 15? Не слышу ответов. Да. Да? Конечно. Ну, хорошо. Тогда поговорим о планетах других звезд. Итак, планеты других звезд. Их называют экзопланеты, то есть внешние планеты. Звезд много. И астрономы никогда не сомневались, что у некоторых должны быть планеты, но попробуй их разглядеть. Звезда это яркий фонарь, а планета это тусклое тело. Заметить планету у далекой звезды почти невозможно. Но астрономы решили так. Хорошо, мы не увидим планету, давайте следить за самой звездой. Ведь планета и звезда движутся под действием взаимного притяжения вокруг общего центра масс. Значит, если мы не можем разглядеть планету, может быть поведение звезды подскажет нам, что планета есть. Сегодня в космосе работает специальная обсерватория, которая наблюдает за движением звезд и через несколько лет может быть, я даже уверен, что наверняка, расскажет нам о некоторых из этих звезд, что они перемещаются на небе, а значит, рядом с ними есть планеты. Но пока эта лаборатория еще не сделала своих выводов, мы нашли другой способ, как следить за движением звезды. Если телескоп смотрит на звезду, и она под действием планеты совершает небольшие колебания, то удаляется от нас, то приближается к нам, то спектр звезды, ну, кто постарше из вас знает, что такое спектр, это цветная полоска, которую с помощью призмы или там дифракционной решетки можно использовать для разложения белого света на отдельные цвета. В спектре есть линии химических элементов. Те химические элементы, из которых звезда создана, оставляют свои следы в спектре. Движение звезды приводит к перемещению спектральных линий, так называемый эффект Доплера. То в красную, то в голубую сторону смещаются линии синхронно с движением звезды. Астрономы использовали этот метод и стали таким образом следить за звездами и открывать у них планеты. Еще один метод. Если планета движется так, что время от времени проходит на фоне своей родной звезды, то она закрывает небольшой кусочек звезды от нас, и звезда чуть-чуть меркнет, чуть-чуть ослабляется ее блеск. И вот эти микрозатмения тоже могут рассказать нам о существовании планет у далеких звезд. Специально для этой цели был запущен телескоп в космос, телескоп Кеплер. С 2009 года он работал и очень продуктивно открыл нам тысячи планет у других звезд. Посмотрите на статистику. Кеплер полетел. Мы с поверхности Земли тоже несколько сотен планет открыли, но когда в 2009 году запустили телескоп Кеплер, количество планет, открытых у других звезд, стремительно стало возрастать. В этом году их уже более 4 тысяч мы обнаружили. Вот к марту, я скажу, к 1 апреля нынешнего года 4200 уже было открыто. Сегодня на орбите работают некоторые специальные телескопы, которые продолжают исследование этих планет. Недавно полетел один из таких телескопов ТЭС. У него 4 объектива, которые следят за большой областью неба и изучают планеты. Мы готовимся уже к тому, чтобы каждую экзопланету по отдельности исследовать. Для этого нужно очень мощное оборудование. Уже много лет создается, но еще не полетел на орбиту специальный телескоп, который в оптическом и инфракрасном диапазоне, то есть в тепловых лучах, будет исследовать космические объекты, в том числе и экзопланеты. Это телескоп Джеймс Уэбб. Он огромный, 6,5 метров диаметра его зеркала. Его в ракету не воткнешь, поэтому зеркало в сложенном виде будет отправлено, а потом как зонтик разложится и начнет работать. Это очень дорогая и сложная машина, вот есть надежда, что через год она все-таки выйдет на орбиту. И тогда мы будем изучать детально каждую экзопланету. Пока мы знаем о них немного, в основном их размер и массу. Вот на этой картинке, это, конечно, картинка, по сравнению с Землей и Венерой показаны некоторые экзопланеты, как видите, они такого же размера, как Земля, и примерно такой же массы, а значит могут и атмосферу удерживать рядом с собой, то есть быть похожими на Землю. Еще важно, чтобы они были, как и Земля, в зоне жизни своей звезды. Есть такие экзопланеты? Есть. Некоторые из тех, что нашел Кеплер, находятся в зоне жизни своих звезд, так же точно, как Земля и, скажем, Марс находятся в зоне жизни нашего Солнца. То есть они уж совсем-совсем похожи на нашу Землю. Вот некоторые из них, не думайте, что это фотографии, это, конечно, художник нарисовал, но их размеры и массы мы с помощью телескопов довольно точно измерили и можем себе представить, что они похожи на Землю. Мы даже уже проследили за движением некоторых экзопланет. Посмотрите, яркую звезду прикрыли специальной заслонкой и тогда видим, как экзопланеты рядом со звездой по орбитам движутся. Что мы собираемся обнаружить на этих планетах? Ведь детально мы их вряд ли увидим когда-нибудь в телескоп, они очень далеко от нас. Но можем измерить химический состав их атмосферы и попытаться найти в атмосфере так называемые биомаркеры, то есть молекулы, которые бы указали на присутствие жизни там. Это могут быть молекулы воды, кислорода или метана как продукта жизнедеятельности, то есть то, что у нас на Земле связано с жизнью. Есть надежда, что мы это когда-нибудь найдем. Для этого надо получить спектр экзопланеты. Звезда очень слабо освещает свою планету, но когда планета проходит на фоне звезды, сквозь атмосферу планеты просвечивают лучи, идущие от самой звезды, и в этих лучах остается как бы след атмосферы, те линии химических элементов, которые в атмосфере планеты есть. Это хороший метод, и может быть он позволит нам открыть готов. Его только строят сейчас в чилийских Андах, диаметр его объектива почти 40 метров, и он сможет исследовать экзопланеты и попробует найти на них признаки жизни. Ну и последнее. А полететь туда можно? человек пока не сможет. А вот роботы может быть. Юрий Миллер, выпускник моего родного физического факультета МГУ, а ныне долларовый миллиардер, придумал и финансирует такой проект интересный. Он предложил создавать малюсеньких-малюсеньких роботов буквально размером с наперсток, которые могли бы в разумное время долететь до некоторых экзопланет. Как они туда могут полететь? Обычный реактивный двигатель им не поможет. Это нужен специальный световой двигатель. Маленький робот привязывается к тонкому отражающему свет парусу. Это такой световой парус. На него направляется мощный лазерный луч. И давлением света буквально за несколько минут разгоняет эту малюсенькую машинку почти до скорости света. И она мчится к ближайшим звездам, у которых есть планеты. Вот такой замечательный проект сейчас пытаются воплотить в жизни. Это очень сложная работа. Но если она удастся, то уже в ближайшие десятилетия мы сможем послать микророботов к экзопланетам и поискать там жизнь. Вот такие дела. Выводы. Ищем жизнь за пределами Солнечной системы. И внутри Солнечной системы пока не нашли, но надежда есть. Это очень интересная работа. Я вам рекомендую, если то, что я вам рассказал, заинтересовало вас, некоторые книжки. Вот тут две моих книжки, в которых эти вопросы более детально обсуждаются. И одна недавно вышедшая переводная книжка, я ее редактировал, поэтому могу вам сказать определенно, книга очень хорошая. Элизабет Таркер, фабрика планет. Вот эти три книги, если вы хотя бы одну из них прочитаете, значительно расширят ваше познание в том, о чем мы сейчас говорили. Я на этом закончу. Давайте, может быть, какие-то вопросы возникли. Да. Спасибо большое, Владимир. Пожалуйста. Да. Мы очень надеялись на то, что в преддверии Дня Космонавтики вы ответите на самый главный вопрос, зачем нам нужно осваивать космическое пространство, когда у современного человека масса проблем на Земле. Вы знаете, микробы приходят и уходят, с коронавирусом мы справимся, а вот если не найдем себе запасную планету, то точно эволюция нашей биосферы на этом закончится. Нам обязательно нужна запасная планета, нам обязательно надо понять, как происходит, зарождается и развивается жизнь за пределами Земли. Только знания могут сохранить жизнь нашему роду человеческому и прочим живым существам. Мы накапливаем знания сейчас. А кстати, от кого я этот вопрос слышу? Вы не похожи на школьника. Нет, это вы слышите от Светланы Николаевны Володи. Понятно. А школьники молчат? Нет, нет, у нас сейчас в чате сейчас мы открываемся и как раз можно задавать вопросы. Я думаю, Илья, задайте вопрос, пожалуйста, Владимир Георгиевич, а вам виден чат? Может вы посмотрите на вопросы из чата тоже, которые были походу легче? Я очень в этой системе ориентируюсь, как открывается чат. А вот, вот, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Илья, озвучьте, пожалуйста, вопрос свой, они у вас интересные. Давайте, пока устно. Да, давайте. Включите микрофон. А вот чат я вижу. А как микробы нам сообщат, что нашли жизнь? А, микроботы. О, это хороший вопрос. По радио сообщат, по радио. Есть такая возможность с ними поддерживать радиосвязь. То есть мы узнаем, что они нашли жизнь, когда они скорее всего перестанут функционировать? Ну, конечно, конечно. Если жизнь на Земле зародилась от микроорганизмов, можем ли мы искусственно начать уже создавать жизнь на других планетах? Создавать? Вы знаете, создавать жизнь пока пытаются в пробирках на Земле. И некоторые успехи в этом уже есть. Ну, грубо говоря, жизнь уже научились в самых элементарных формах, там, в виде РНК молекулы создавать. Но биологи к этому идут. Жизнь в пробирке мы, наверное, скоро научимся создавать. Но это будет та же самая жизнь, которая уже существует на Земле. Понимаете? А нам бы хотелось найти совершенно оригинальные формы жизни. Ясно. Просто я хотел предположить, что на другой планете уже можно начать подготавливать для себя будущий дом. Вы говорите о терроформировании, о переделке планет под себя. Пока Земля нас удовлетворяет, и первый шаг, это, конечно, попытаться найти жизнь там, где она могла бы быть. Ну, а если мы ее там не найдем, ну, представьте себе, Марс окажется безжизненной планетой, то, наверное, придется немножко доделать его и сделать пригодным для землян. Пока мы могли бы там только под поверхностью жить, на поверхности радиация высокая. Но если мы на Марсе создадим плотную атмосферу, а такие проекты сейчас обсуждаются, то и на поверхности Марса можно было бы некоторое время жить, пока Солнце еще не слишком его нагревает. «Какой телескоп порекомендуете купить?» О, это сложная проблема, в зависимости от того, что вы от этого телескопа хотите, глазом смотреть, фотоаппаратом фотографировать, это надо серьезно обсуждать. Так, ну, про терраформирование Марса мы уже поговорили. Если все-таки человек был на Луне, почему за последние 50 лет это ни разу не повторили? Полеты человека на Луну обошлись очень дорого. 25 миллиардов долларов в большие деньги. Повторять то же самое никакого смысла нет. Надо развивать. И развитие сейчас происходит. Готовятся программы в Соединенных Штатах, в Японии и в России по дальнейшему исследованию Марса. Почему 50 лет туда не летали люди? У меня есть хороший пример на этот счет. В начале 20 века в 1912 году люди впервые пришли на Южный полюс в Антарктиде. Покорили его, ну то есть добрались до него. Кстати говоря, с жертвами. Одна экспедиция погибла. Воткнули флаг и ушли. В следующий раз люди пришли на Южный полюс через 50 лет почти. Почему? Да потому что в первый раз это была спортивная экспедиция с риском для жизни. Единственное желание было добраться туда и вернуться обратно. Не всем это удалось. А в следующий раз уже пришли для нормальной работы, без риска для жизни. Вот то же самое с Луной сейчас. 50 лет назад мы ее достигли с большим риском, кстати, за большие деньги. А теперь вернемся туда для работы, для научной и просто для технической работы. Будем шахты там делать, исследовать, копать Луну. Вот так всегда. Сначала покорим, а через некоторое время возвращаемся для работы и рядовых таких нормальных научных исследований. Так что 50 лет это нормальный срок. Что у нас еще в чате? есть ли у нас шансы быть уничтоженными каким-нибудь крупным астероидом? Есть. Такой шанс всегда есть. Крупные астероиды, способные как следует преобразовать земную биосферу, падают примерно раз в 100 миллионов лет. Вот 65 миллионов лет назад такой астероид грохнулся и можете спросить у динозавров, чем дело закончилось. Мы надеемся, что в ближайшие годы такого не произойдет, но шанс всегда есть. И к этому надо быть готовым и астрономы готовятся. Мы уже примерно где-то 5 тысяч потенциально опасных астероидов, которые могут не обязательно ударить в ближайшие дни, но могут ударить по земле, выявили и следим за ними. Но надо быть готовым к тому, что один из них развернется в сторону земли, и тогда надо подумать, как его отвадить, как его отвернуть от земли. Пока таких технических возможностей нет, но мы над ними размышляем, как бы это можно было сделать. Как на планетах появляется вода? Вы знаете, эта проблема пока не решена. Геологи считают, что вода выделяется из минералов. Ну, она есть в связанном виде, в минералах. Астрономы говорят, что вода упала на землю из космоса в виде ядер комет и астероидов. Может быть, и то, и другое частично работало. Скорее всего, так оно и есть. Но в какой мере важнее космические источники, а в какой подземные, мы этого пока не знаем. Какие есть риски для Земли в случае массированной промышленной разработки Луны? Никаких рисков. Почему бы не найти на Луне то, что нам пригодится здесь на Земле? Надо поискать. Может быть, там что-то полезное есть. Вот, например, легкий изотоп гелия, гелий-3, на Земле его почти нет, а на Луне он есть, можно было бы там добывать. Что вы считаете наиболее перспективным освоение Плутона или экзопланет? Ребята, Плутон у нас в Солнечной системе, до него с грехом пополам мы долетим. Кстати говоря, робот уже долетел. А вот экзопланет, вы не представляете, как далеки от нас звезды. Даже до ближайшей звезды свет идет четыре года, свет идет четыре года, наши ракеты туда за сотни тысяч лет не долетят. Поэтому осваивать будем Плутон, а экзопланеты будем изучать либо в телескоп, либо с помощью быстролетающих роботов. Если меня интересует астрофизика и квантовая физика, куда советуете поступать? Естественно, в МГУ, куда же еще? А, в Россию или за границу? Хороший вопрос. Я скажу по опыту наших студентов. Все ребята, которых я знал, победители наших олимпиад, такие самые крутые знатоки науки, поступали в МГУ. Мы даем хорошее образование. Но получив это образование, лучшие из наших студентов отправлялись работать в разные страны, в том числе в самые престижные с научной точки зрения, в США, во Францию, в Англию, куда еще, в Швейцарии у нас работают, в Европе. Но они никогда не рвали связи с моим родным университетом московским. То есть работают и там, и здесь, и там некоторое время проводят, и в России некоторое время. для ученого это очень выгодный метод соединять разные страны в своей деятельности. Неизвестно, как дело повернется. Вот сейчас пандемия коронавируса, и в нашей стране пока ситуация лучше, чем в Европе. Можно отсидеться. Вот я, например, сейчас в Сибири работаю, в Новосибирском университете, в Академгородке. Так что в нынешнее время перемещение по миру это довольно легкое дело. И работать надо там, где наука, ваша наука как-то активнее развивается. В зависимости от того, чем вы займетесь, квантовой физикой. Ну, кстати говоря, квантовой физикой у нас очень активно. Вот буквально здесь, в Новосибирске, самые крутые квантовые физики, по-моему, работают. Вы решите это для себя. Но образование в МГУ получить, по-моему, вполне престижно и хорошее образование вам будет гарантировано. Так, если шанс это так, про астероиды я уже ответил. Что более вероятно, что человечество вымрет до того, как уничтожится Земля, или что мы найдем запасную планету? Друзья мои, это зависит от нас. Вот о вероятности тут нет смысла говорить. Надо говорить о том, на что мы будем способны, сохранить жизнь на Земле или отправиться на запасную планету. Я бы советовал и то, и другое. Запасная лодка нам никогда не повредит, но наш большой корабль Земля тоже надо пытаться сохранить в лучшем виде. Так, про Боду мы уже поговорили, какие риски. это поговорили. Так, так, так. Есть ли сейчас в разработке проекта космического права, который регулирует освоение Луны? Замечательный вопрос именно сегодня. И дело вот в чем. В 1968 году все ведущие страны подписали договор об использовании космических тел. О том, что это общечеловеческая собственность и ни одна страна не может приватизировать ни одно космическое тело. Этот договор подписан всеми крупными странами. Потом в 1972 году его подписывали еще позже. В общем, это серьезный международный договор. Но на днях президент США странную вещь объявил, что Америка вправе использовать Луну в своих интересах. Ну, это идет в разрез с международным юридическим правом. И мне кажется, что долго это заявление не просуществует. Американцы поймут, что такие серьезные вещи регулируются только очень серьезными международными договорами. И тут такие вот необдуманные высказывания не приветствуются. Мне кажется, что человечество будет очень внимательно следить за тем, как осваивается космическое пространство и никому не даст тут привилегий. Вы сказали, что маленькие роботы будут летать почти со скоростью света. А ведь Эйнштейн утверждал, что если летать приблизительно со скоростью света, то можно улететь в будущее. Да, те роботы, о которых Юрий Мильнер сегодня мечтает и даже пытается их создать, они будут летать со скоростью около 20% от скорости света, то есть в 5 раз медленнее. Это все равно гигантская скорость, это невероятно большая скорость для нынешних ракет, но от скорости света это все-таки далековато. Так что никакого заметного замедления времени в этом случае не получится. А вот если мы разгоним ракету до 99% от скорости света, то да, в будущее улетим, но надо постараться это сделать, пока такие ракеты даже не проектируются. Можете, пожалуйста, что-нибудь рассказать о черных дырах антивеществе? Могу, конечно, но не буду. В следующий раз, может быть, расскажу, а сегодня нет. Сегодня у нас другая тема. Ну, мне кажется, мы все уже устали, я так точно. Мы уже сколько говорим с вами, сейчас посмотрю, полтора часа, ну, достаточно. Надеюсь, еще встретимся в сети, а может быть, и очно, когда карантин снимут. Да, мы с удовольствием вас позовем в гости. Спасибо большое. Всем счастливо, всем пока. Большое вам спасибо. До свидания. До свидания.